Когда у вас в целом ремонт сделан недорого, он скромный, белый, и когда у вас есть дорогой акцент, это всегда смотрится хорошо. И мы попали под гарантию 25 лет, и поэтому всю кухню нам заменили абсолютно бесплатно, и даже еще доплатили 5 тысяч сверху. Такую плитку можно часто встретить в парадных Петербурга и некоторых сталинских домах города Москвы. Внутри этого холодильника открывается он гармошкой. Мне удалось впихнуть не впихуемо. Мы делали такую глухую панель для того, чтобы поднять окно на уровень рабочей поверхности. Фишка этой столичницы в чем? Кроме отстроенной техники, я хотела реализовать на своей кухне еще несколько идей. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. На кухне тоже есть такой цветной акцент. На самом деле я хотела сказать, что вся квартира, если обратить внимание, она вся белая. У нее нет особо никаких акцентов. И она сделана достаточно с помощью дешевых материалов. В общем, здесь ничего такого нет. Но чтобы квартира все-таки производила впечатление нарядной и дорогой, всегда можно сделать один маленький акцент. Может быть, это на кухне или где-то, где вся семья собирается. И вот в данном случае таким акцентом является ярославская плитка. Это из росы, сделанная вручную на заказ в городе Ярославль. И вот эта плитка, которую мы наклеили на вытяжку, она тоже сделана на заказ в той же мастерской. И надо сказать, что да, может быть, эта плитка сама по себе дорогая, но ее совсем мало. Здесь меньше квадратного метра. Поэтому, в общем, объем расходов на ремонт, конечно, это капля в ноль. Поэтому, когда у вас в целом ремонт сделан недорого, он скромный, белый, и когда у вас есть дорогой акцент, это всегда смотрится хорошо. Ну, а теперь давайте поподробнее посмотрим, что есть на кухне. Но прежде всего я хочу сказать вот про эту деревянную полку. Ее сделали на заказ, сделали мастер из города Пскова. Вообще вся эта квартира сделана российскими мастерами. А ремонт вообще сделан руками местных, локальных, солнечногорских мастеров. Вот у нас прекрасные есть люди с золотыми руками в нашей стране и даже в нашем городе. Вот, что касается кухни, чем она оснащена. Эта кухня оснащена практически всей техникой и даже больше. В ней есть все то же самое, что было в предыдущем проекте, в предыдущей квартире. А над этой техникой есть интересный ящик. Это такое достаточно редкое решение. Купили мы эту оснастку у китайцев, в России я не смогла найти. Это такой ящик, который так выдвигается. Вот, и благодаря вот этой оснастке, благодаря выдвигающейся внутренней части ящика, можно легко добраться до всего, что лежит наверху. В данном случае у нас там какие-то банки пустые, с чем-то здесь чай. В общем, все, что не каждый день, не каждую минуту пользуешься, но тем не менее нужно хранить наверху. Такой вот выдвижный ящик, раскладной, он очень удобный для того, чтобы все это хранить. И потом все это легко можно убрать наверх. Вот, рекомендую всем такой ящик. Вот, дальше на кухне у нас есть холодильник. Вот, он маленький. Здесь также есть небольшая посудомоечная машина. Вот, я вообще не очень люблю узкие посудомоечные машины, но сюда влезала только маленькая, она вполне себе функциональна, тоже для одного человека достаточно. Дальше здесь мусорное ведро, фильтры для воды, измельчитель для отходов кухонных, для раковины и всякие моющие средства. Кран оснащен, соответственно, чистым фильтром. И здесь есть чистая вода, и здесь есть обычная вода. Над мойкой стоит полка, как и в той квартире. И эта полка, ее можно убрать на самом деле, то есть она просто стоит. Если она будет здесь не нужна, ее можно убрать. Но так, когда моешь посуду, все-таки удобно, чтобы посушить здесь, над раком никуда не таскать. Вот, здесь есть такой же волшебный уголок, как в прошлом проекте. Вот, он мне нравится. Здесь много чего помещается в этом ящике, он очень большой. Вот, и им удобно пользоваться, можно все выдвинуть, задвинуть. Вот, дальше под плитой ящик, классический вариант вилки, ложки, ножи. Здесь стоят у нас чашки посуды, поскольку не очень много шкафов настенных, практически их нет, у нас здесь чашки блюдца какие-то хранятся. И здесь внизу тоже что-то из посуды, там какие-то специи, ну, в общем, все, что нужно для готовки. Вот, и здесь стиральная машина находится. Вот, это машина с сушкой, полноразмерная. В общем, поставили мы ее здесь, потому что в ванной для нее не было места, сколько вообще маленькая квартира не имела смысла прятать эту машину где-то еще. Вот так устроена кухня, да. Здесь газовая плита, и надо сказать, что еще два слова по поводу газового шланга и трубы. В комментариях к предыдущему видео, когда я рассказывала, там, как мы собираемся спрятать некрасивую газовую трубу на кухне, один комментатор, спасибо ему большое, этому человеку, если он меня сейчас смотрит, я прям хочу сказать спасибо за совет. Он посоветовал просто сделать, закрыть дубовой деревянной панелью трубу, чтобы ее не было видно. И мы так это сделали в этой квартире. Вот, и получилось, что труба газовая, она там есть, вот, к ней можно добраться, там кран, все это есть, но ее не видно снаружи, то есть у нас такая панель. Здесь, может быть, мы какие-то сделаем крючки, что-то повесим, пока она просто у нас такая панель. Вот, спасибо большое за совет. И вообще, пожалуйста, пишите какие-то хорошие идеи в комментариях. Люди смогут реализовать ваше решение, может быть, кому-то это поможет. Еще я хочу сказать, что у нас есть вот такой вот необычный стол с вырезанным углом. Он висит одним концом на стене, а другим концом упирается на две ножки, которые мы купили в компании, которая делает ножки для столов. Как и в той квартире мы воспользовались их продукцией. Вот, что я хочу сказать вообще, почему стол так стоит, это вообще, как можно удобно распланировать маленькую квартиру, если вы не знаете, с чего начать. Есть очень простое правило. Прежде чем вы будете делать планировку своей квартиры, у вас есть периметр, да, вы должны понять, кто будет жить в этой квартире и какие потребности у этих людей. Таким образом, сначала вы должны составить список требований к квартире, что там должно быть. После этого вы должны определиться с мебелью. Вы должны выбрать мебель и примерно понимать, какую вы мебель хотите, в каком стиле. После этого вы должны в идеале, конечно, купить эту мебель. Если вы не можете купить мебель, хотя бы вы должны понимать, какого типа и где мебель вы будете покупать, когда придет время. После этого вы должны расставить эту мебель в своем периметре. И только после этого вы должны нарисовать стены между этой мебелью. Тогда у вас вся ваша площадь будет использована оптимально. Вам не нужно будет бегать искать, после того, как вы построите стены, вам не нужно бегать искать диван или шкаф, который вот именно вот такого размера, чтобы он сюда вписался. Он у вас уже есть, и вы его уже вписали заранее. Вот такой совет. Если вы им воспользуетесь, вам будет гораздо проще распланировать любое тесное помещение, когда вы не понимаете, где у вас что будет. Вот здесь вот была такая же история. То есть, когда мы думали, где поставить стол от дивана до кухни, было расстояние. Он стоит посередине, между диваном и кухонной столешницей. Но ровно на его угол приходился в угол ванной. Поэтому просто вырезали этот стол. Этот стол сделан из дубового щита, из столешницы. Он просто изготовлен на заказ. Таким образом, у него нет угла, зато он здесь широкий. Здесь можно что-то поставить. За него можно сесть втроем, в принципе, даже при желании вчетвером. Вот такое было решение. Мой вам совет, он очень полезен. Если вы хотите узнать больше полезных советов, подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom. А если вы хотите стать героем следующего рум-тура, присылайте фотографии своей квартиры на эту почту и небольшой рассказ о себе. Давайте начнем наш рум-тур с кухни, потому что весь наш ремонт тоже начался с кухни. Самое главное, это кухня Ikea, потому что она нам досталась бесплатно, потому что предыдущая кухня, с которой мы купили квартиру, она тоже была из Ikea. И мы попали под гарантию 25 лет, и поэтому всю кухню нам заменили абсолютно бесплатно и даже еще доплатили 5 тысяч сверху. Столешница сделана из МДФ, и сверху здесь очень большой слой дерева. Это суперудобно для квартир в краткосрочной аренде, и, мне кажется, даже для обычных квартир очень удобно, потому что если есть какие-то осколы или царапины, их можно быстро подшлифовать, буквально за 10-15 минут снова покрыть маслом, и столешница будет как новая. У нас здесь зеркальный фартук. Я знаю, что это очень необычно. Я увидела это где-то в интернете и предложила дизайнеру, и Аня меня сразу очень поддержала. Самое главное, что здесь нет брызг, и их быть не может, потому что здесь нет варочной поверхности. В кухне только один маленький холодильник, который предназначен для просека. В целом, эта кухня только для кофе по утрам, просеков и вечерам и классных фоток в зеркало. Давайте посмотрим, что в ящиках. Здесь совсем немного посуды, но она как бы и не нужна, потому что никто здесь не собирается жарить карасей. Здесь чашки, ложки, бокалы разные. Есть встроенная стирально-сушильная машина. Это супер решение. Я вообще всем рекомендую купить сушильную машину, у кого ее еще нет по какой-то причине, и перестать раскладывать вещи и просто жить с расположенной сушилкой. Мы не трогали газовую трубу, она спрятана за зеркальным фартуком, поэтому если нужно будет в квартире снова как-то долго жить, то можно убрать фартук, поставить снова варочную поверхность и жить и жарить карасей на кухне. Под раковиной я считаю, мы просто очень классно используем пространство, потому что обычно здесь просто ставят какое-то мусорное ведро, а у нас есть вот выдвижной шкафчик для химии и для уборки, и уже внизу стоит мусорный ящик и водичка. Раковина выполнена из нержавейки, акцентный золотой смеситель. Все это досталось нам вместе с бесплатной кухней Икея. Стены сделаны под покраску, а пол мы не трогали, мы его отреставрировали и покрасили маслом. В квартире есть маленький холодильник, если нужно оставить какие-то, может быть, фрукты или, может быть, вино, и микроволновка, потому что, ну, все-таки это необходимая техника. Вот, в общем-то, все. Компактно все очень разместилось и очень уместно получилось. На потолке у нас просто потрясающие летящие журавли, потому что в отпуске такое настроение, как будто хочется, ну, какого-то воздуха, полета. И вот эта люстра нам досталась вместе с квартирой, она такая винтажная и тоже прям очень подходит к нашему розовому потолку. По периметру потолок обрамлен плинтусом и покрашен в цвет обоев. Небольшой круглый стол и стулья. Кстати, такой же стол можно заказать на маркетплейсе InMyRoom. У InMyRoom есть телеграм-канал. Там постят разные классные интересные идеи и анонсы к видео. Ссылка будет в описании к видео. А еще у InMyRoom есть свой подкаст. Там будут обсуждать разные темы про ремонт и не только. Слушайте на всех площадках. В квартире вообще нет никаких дорогих решений, все очень бюджетные. Например, подоконник сделан из подоконной доски 2,5 тысячи за 3 погонных метра. Батареи мы оставили старые, чугунные, просто их почистили как смогли и покрасили в цвет стен. Они очень теплые и зимой здесь жарко. Штору мы сшили на заказ и приделали такие прикольные пумпончики. Они тоже создают игривое настроение. Сценариев освещения здесь два. Основное освещение это винтажная люстра и над рабочей поверхностью расположены 2 бра. В столовой группе есть свечи для интимных ужинов. Теперь проходим на кухню. Она у нас небольшая, здесь всего лишь 5 квадратных метров. На полу у нас метлахская плитка с узором октагон. Такую плитку можно часто встретить в парадных Петербурга и некоторых сталинских домах города Москвы. Отделка фартука у нас плитка кабанчик. Затирка для этого фартука использована темная. Мой любимый цвет серый антрацит, как вы уже заметили. Она присутствует и на фартуке, и на полу. Далее под покраску стены. Цвет такой же, как и в гостиной. На потолке у нас натяжной потолок. И также мы вывели специально гипсокартоновые коробки, чтобы запрятать вытяжку. Она у нас, к сожалению, пока отсутствует, но это все в перспективе доделаем. Толешница сделана из искусственного камня. Специально выбирала именно такой материал, чтобы на нем не было видно никаких стыков. Рабочей зоны достаточно много здесь у окна. И вот небольшое пространство. Кухня выполнена из МДФ в эмали. Цвет матовый. Ручки специально подобрали в цвет батареи и ламинации у окна. Освещение здесь точечное. Здесь три светильника, которые включаются все разом. Также еще есть на стене одна точка освещения. Это вот такой светильник. Теперь про хранение. Здесь отсутствуют верхние шкафы. Просто помещение очень маленькое. Мне хотелось здесь застать больше воздуха, и поэтому их тут нет. Планирую в перспективе сделать небольшую деревянную полку, на которой красиво расставятся все баночки, чашечки. И все самое красивое, весь изюм будет на этой полке стоять. По системе хранения у нас есть встраиваемый холодильник. Внутри холодильника есть две полки. На них очень удобно хранить продукты, которые не нуждаются в соответствующем температурном режиме. Встраиваемая микроволновка, встраиваемый духовой шкаф, сушка, над которой тоже есть небольшая полка для системы хранения. На самом деле вещей у нас не очень много, они пустуют. Выдвижной ящик для сыпучих продуктов. Еще один выдвижной ящик для различных вилок, ложек и прочей посуды. В подмойке расположено стандартное место для хранения мусора. И есть еще два небольших шкафчика с посудой, с различными кастрюлями и фужерами для напитков. Есть еще очень симпатичный вот такой шкафчик. За счет того, что у него не самая большая глубина, всего лишь 20 сантиметров, тут очень красиво расположились баночки с различными специями. Также тут прячется стояк от отопления. Все это красиво закрывается вот таким вот ящиком. Батареи мы намеренно оставили открытые, потому что мне очень нравится, как они выглядят. И они в целом вписываются в наш интерьер, в наш стиль. Мы выкрасили их в цвет окон, в цвет вот этого ящичка. И вот оставили на всеобщем обозрении. Это чугун. Они были под замену, но мы нашли в принципе в первозданном состоянии, которые здесь были раньше, но просто новые. Для удобства рабочей зоны специально сделали римскую штору, чтобы можно было комфортно подходить и резать тут продукты. Шторка функциональная, опускается, поднимается. Все как у всех. А в нашем доме газ. Труба осталась в открытом доступе. Единственный момент, я задекорировала ее вот такой подставкой для ножей, чтобы она меньше выделялась. Кстати, забыла вам еще рассказать про один очень секретный ящик. Он появился из-за того, что у нас идет несущая балка и не получалось выстроить правильной геометрии встроенную кухню. Поэтому у нас тут есть вот такой шкафчик. В нем хранится сушилка для белья. Всем советую смотреть канал InMyRoom, потому что с этим каналом я переживаю уже не один ремонт. Это у нас третий ремонт за мою жизнь. И из этого канала я черпаю очень много идей для своего ремонта. Подписывайтесь на канал InMyRoom. А если вы захотите стать такими же участниками, как и я, пишите вот на эту почту. Мы находимся в сердце нашей квартиры. Это кухня. Квадратура здесь примерно 5,5 квадратов. Изначально здесь стояла линейная кухня, небольшая. Холодильник, как и во всех типовых хрущевках, был вынесен в коридор. Мы постарались воплотить все-таки единым контуром сделать кухню, чтобы пространство было удобным и эргономичным. Оставили также холодильничек советский, который служит нам охлаждением для интересных напитков. Что еще мы оставили? Мы во всей квартире не меняли радиаторы. Система отопления у нас осталась от, можно сказать, застройщика. Мы покрасили здесь трубы, радиатор и получилось сделать небольшой темный акцент. Так как ремонт мы делали своими руками, то и все отделочные материалы мы также выбирали скрупулезно с мужем, чтобы это было легко воплотить в жизни, ну и, естественно, положить. На полу находится самый обычный линолеум класса 33, стены – это обои. Покупали мы в строительном магазине. Потолок мы решили оставить, каким он был до нас, то есть это штукатурка и побелка. Единственное, мы покрасили это все, освежили внешний вид. Также важным моментом по организации кухни было создать уютный уголок, где мы могли бы проводить романтические вечера и удалось это сделать с помощью небольшого круглого стола. Диаметр 90 см. В принципе, здесь вот стоят три стула. Подразумевается, что прием одного гостя может быть, но, как показала практика, втроем здесь не совсем удобно сидеть. Это поза английской леди получается, когда локтем к локтю мы сидим. А для двоих 90 см диаметр прекрасен. Здесь можно поставить несколько блюд на выбор и чувствовать себя очень комфортно. Кстати, такие стулья вы можете купить на Marketplace in my room. Давайте посмотрим, что получилось у нас по организации хранения. Кухня выполнена на заказ. Это пензенская фабрика. Кухня у нас получилась довольно бюджетная. Общая стоимость кухонного гарнитура без техники вышла примерно на 130 тысяч рублей. Ну и плюс около 80 тысяч. Это техника, холодильник, встроенный духовой шкаф, варочная газовая панель и раклина. Что интересного по кухне? Здесь достаточно много мест хранения. И главным лайфхаком, которым я хочу поделиться и который будет жизненно важным для хозяек, если у вас небольшого квадрата кухня, это хранение в нижних цоколях. Кухня у нас приподнята на несколько сантиметров от стандартной. Высота стандартных столешниц около 85 см. У нас высота рабочего места получилась 90 см за счет поднятия цоколя. И смотрите, что получилось здесь. Выкатные ящики, спрятанные в цоколь. Там можно хранить различные принадлежности, которые вам, в принципе, и не нужны. Я здесь храню, например, крышки от сковородок. Также важным моментом в типовых застройках 60-70-х годов это советский холодильник. Мы решили его оставить, немного задекорировав. Двери достались нам от предыдущих собственников. Итак, внутри этого холодильника, открывается он гармошкой, находится вот такое хранение. Здесь температура ниже, чем во всей кухне. И для хранения каких-то напитков алкогольных, слабоалкогольных, это вполне нормально. Мы сделали демонтаж старого подоконника. Он был из пластика, уже пожелтевшего. И купили самый обычный мебельный щит. Сделали его вровень со стенами. Небольшой зазорчик остался, но ничего страшного. Я покрыла этот мебельный щит морилкой. Такого приятного шоколадного оттенка. И сверху лаком для дерева. Получилось очень натурально. Мне нравится, как смотрится. Такое решение обойдется вам всего в 2000 рублей. Это вместе с мебельным щитом и морилкой и лаком. На кухне мое основное требование было сделать встраиваемый холодильник. Так как я не люблю нахламление на фасаде холодильника. Различных магнитиков, каких-то записочек и так далее. Это все создает визуальный шум и некий хаос. Решение довольно обоснованное получилось. Холодильник стандартный для встраиваемого 57 на 57. Соответственно, размеры самого пенала 60 на 60. Далее у нас находится варочная панель газовая на 3 конфорки. Наверху вытяжка с угольным фильтром с подсветкой. Наверху над вытяжкой находится хранение сухих продуктов и всего того, что я не часто использую. Далее идет угловой шкафчик. Там какие-то сухие продукты, крупы. Мы не стали делать наверху никаких выдвижных механизмов в угловой секции. Так как это все-таки плюс к бюджету. И решили задействовать то дальнее пространство самым ненужным, что у нас в принципе на кухне есть. По нюансу столешницы. Столешница здесь нестандартная по глубине. Там где находится варочная панель 60 см. Там где находится мойка 43 см. Мойку мы тоже выбирали очень долго. Вымеряли вплоть до миллиметров, так как она здесь едва ли стандартная помещалась. Наверху над мойкой у нас находится хранение посуды, каких-то бокалов наших и любимых кружек. Под мойкой организовано хранение мусорного ведра. И дальше идет углубленная секция, где стоят фильтры очистки воды, хранятся овощи. И также мои удобрения для комнатных растений. Рядышком между духовым шкафом и мойкой у нас находится бутылочница. Рядом с мойкой слева находится ящик с хранением кухонной утвари. Это ложки, вилки и так далее. И дальше тоже все приспособления, которые понадобятся для готовки. Внизу глубокий ящик, где я храню кастрюли, миски и все глубокое, что никуда дальше не убирается. И самый последний ящик, который у нас насквозь получается в столешнице. Здесь все для готовки, какие-то миксеры. Мы очень большое внимание уделяли бюджету кухне, бюджету всего ремонта квартиры. И главным моментом было отказаться от выравнивания стен. Но это не помешало нам повесить полноценный кухонный гарнитур и сделать довольно ровный фартук. Фартук мы делали самостоятельно. Нашли лайфхак в интернете, как выровнять довольно кривую стену и сделать плитку. Нужно купить несколько листов гипсокартона и дальше магическими движениями клея для гипсокартона и какими-то другими приспособлениями строительного магазина. Муж этим у меня заведует. Все это благополучно сделать на стену. Кстати, у InMyRoom есть свой телеграм-канал, где собраны все самые интересные материалы, анонсы новых роликов, а также скидки и предложения от партнеров. Ссылка внизу в описании. Еще один лайфхак, чтобы ваш фартук на кухне прослужил долго и смотрелось это все эстетично. Сначала устанавливаете кухонный гарнитур, а затем уже выкладываете плитку фартука. И не забудьте пройтись бесцветным герметиком на стык шва столешницы и плитки. Это важный момент, чтобы затирка в дальнейшем не разрушилась. На кухне у нас несколько сценариев освещения. Основной свет идет от люстра паука. Верхним светом мы пользуемся крайне редко, так как квартира находится на первом этаже, окна выходят прямо на подъезд. И мы находимся практически на обозримой площади. Основным светом, которым мы пользуемся, это подсветка фартука и также гирлянда на окне. Даже в вечернее время этого больше, чем достаточно. Чтобы уложиться в рамки бюджета, мы решили сохранить старые двери, которые достались нам от предыдущих собственников, немного их видоизменив. Эти две двери были в пленке под дерево. Там была небольшая деформация на дверных полотнах. Я это все отреставрировала. Использовала обычную затирку и шпаклевку. Дальше все двери были отшкурены, покрашены. Но перед покраской обязательно пройдитесь слоем грунтовки. После грунтовки я покрыла двери тремя слоями краски. Дверные откосы. Также мы с мужем делали самостоятельно. Это обычные ламели, которые продаются в строительном магазине. Мы их просто покрасили в цвет основных дверей. Межкомнатные двери также идут у нас от предыдущих собственников. Тоже были немного отреставрированы, покрашены. Ручки также у нас идут под ретро. Давайте начнем путешествие по квартире с кухни-гостиной. Мне удалось впихнуть невпихуемое. То есть на 15 квадратных метров создать кучу полезных зон, которые друг другу не мешают и везде можно чувствовать себя свободно. Во-первых, это кухня с холодильником, микроволновкой, посудомойкой и так далее. И второе, рядом достаточно большой стол на 5 человек, который в принципе является столовой. И немного подробнее об этой чудесной кухне. Она перенесена из отдельного помещения в эту студию и газ заменен на электричество. Начну с холодильника. Тут все подчинено компактности. И белорусский холодильник шириной всего 48 сантиметров. Отлично эту задачу решил. Дальше тоже компактная мойка 40 на 40. Кран с подачей фильтрованной воды. Потом 45 сантиметровая посудомойка встроена. Такая же компактная духовка. И двухкомфорочная электрическая панель. Сверху вытяжка. Она идет сквозняком через шкаф. Ну, занимает там совсем немного места. Хорошая микроволновка. Она в ширину поменьше. Ну, такой кубической формы. И отлично встает на полку. Одна тумба с яичками сверху для столовых приборов. Ну, и сверху пространство для каких-то вещей для нечастого использования. Я использовал в отделке обычную белую плоскую плитку с черной затиркой. Ну, это такой типичный прием для скандинавского интерьера. Кухня сама белая, глянцевая. Она недорогая, готовая. Ну, фактически это просто капустная кухня, которую я собрал под свои размеры. Буквально в двух шагах находится столовая зона. Стол длиной метр сорок. Размещается четыре человека по длинной стороне. Ну, и с торца есть еще одно место. Что здесь особенного? Наверное, вот этот светильник. Я люблю светильники из ротанга, но соломенный такой желтый цвет сюда не хотел использовать. Поэтому я купил краску в аэрозольном баллончике и покрасил его в черный. И он вписался в мою концепцию монохромного интерьера. Здесь стулья белые, напротив скамейка черная. Стол сервируется и можно принимать гостей. Немного про отделку. Здесь она хорошо видна. Стена покрашена водной, моющейся краской. Просто белого цвета. Ламинат на полу светлого дерева. Ну, в общем, в плане он смотрится практически белым. И одна маленькая фишка – это вот эта колонна из настоящего металла. Элемент, который характерен для каких-то лофтов в Нью-Йорке, там, в промышленных помещениях. Здесь в хрущевке он несколько необычно смотрится. Но придает определенный антураж. Вот посмотрите наверх, там, следы грубой сварки, косынка. Это сделали мастера по моему заказу. Еще два шага, и мы уже находимся в зоне гостиной. Немного подробнее о предметах, которые ее наполняют. Ну, во-первых, задает тон. Такой черный винтажный кожаный диван. Он поживший, потертый и очень мягкий. Винтажный или даже антикварный табурет для пианино, для рояля. Производство московской мебельной фабрики. Но я думаю, это конец 19-го, начало 20-го века. Он мне достался вместе с квартирой от прошлых хозяев. Я его немножко привел в порядок. И он исполняет роль журнального столика. Причем можно регулировать высоту. Очень функционально. И компактно, чего мы добивались. Дальше по оформлению интерьера. Вот здесь кусочек стены. Я оставил некрашенным. Это такой элементный гранж лофта. Строители тут что-то пытались избавить. Остались следы их деятельности. Но они создали неповторимый рисунок, который отлично смотрится. Живая пальма или как она называется, не знаю. Светильник антуражный. Он придает такое лофтовое настроение этому углу. И кондиционер, который я установил. Потому что тут и летом солнечная сторона. И бывает достаточно жарко. Он напротив входа в спальню. И охлаждает сразу два помещения. Еще полшага или даже меньше. И мы попадаем в кабинет. Обожаю использовать подоконники. Как столешницу для рабочего стола. Но здесь места было маловато. Поэтому я сделал стол всего 60 сантиметров шириной. Но для работы с ноутбуком, для того чтобы писать, этого вполне достаточно. Винтажное, вернее не винтажное, а новое. Но такое составенное кресло. По моему заказу сварили вот такой металлический стеллаж. Вещь получилась достаточно такая в стиле лофт и наполняет пространство. Лампочка тоже в этом направлении. Ну и немного подробнее про окна. Я менял деревянные рамы, которые здесь стояли от прошлых хозяев. И эту часть сделал глухой, не открывающейся. И заказал черные рамы и, соответственно, черные жалюзи. Все это выделяется акцентом на белых стенах. И тоже сложит задачи поддержания стиля. Но небольшой лайфхак. Так как у нас это окно глухое, непроветриваемое. Дверь открывать слишком широко, то устанавливается вот такой механизм, называемый гребенкой. Он продается в строительных магазинах отдельно, и его легко самому установить. Зато теперь у вас балконная дверь выполняет функцию проветривания. Здесь зона кухни. Изначально, по первоначальной планировке квартиры, вход должен был находиться здесь. На этом месте стена, то есть тоже кухня буквой П. Но мы решили перенести вход из гостиной сюда, потому что кухня очень маленькая, на 4,5 квадратных метра. Окно, на самом деле, оно идет ниже. Мы делали такую глухую панель, для того, чтобы поднять окно на уровень рабочей поверхности. Здесь получилась очень широкая рабочая зона, хотя на самом деле под ней кажется, что очень много места и глубокие ящики, но они на самом деле очень узкие. Просто мы зашили полностью все рабочей столешницей, а внутри у нас очень-очень узкие ящики. Проще всего это показать на примере ящика для бутылок. То есть вот у нас вот такой небольшой по глубине ящик получается. Это связано с тем, что там проходят трубы, были батареи. Но сами батареи мы сняли, мы решили их не оставлять, потому что, повторюсь, кухня очень маленькая, 4 метра, тут есть газ, тут все время тепло, тут работает печь, и само это пространство, оно нагревается очень быстро. Здесь не нужно никакое дополнительное отопление. Технику я немножко подняла наверх, микроволновую печь, чтобы она не занимала место на рабочей поверхности. Оставила открытые полки по одной стене. Мне всегда нравились эти баночки для разных специй, поэтому я их поставила на самое видное место, и регулярными пользуются это очень удобно. Здесь установлена посудомоечная машина. Несмотря на то, что кухня маленькая, это был очень важный для меня критерий поставить посудомойку. Я мечтала о ней всю свою сознательную жизнь. Плита. Здесь газовая, здесь она электрическая. И сверху по этой стене мы все-таки сделали ящики, хотя думали, может быть, что не стоит делать навесные ящики нигде в кухне, но наши реалии таковы, что все-таки где-то нужно хранить посуду. Ящики для посуды. И здесь тоже хранится посуда, там хранится посуда, и здесь крупы. Под мойкой классически все организовано, там ведро и система для питьевой воды. На кухне используется все та же самая краска, и из-за того, что она моющаяся, мы решили не делать фартук. Как видно, здесь ничем не закрыто. В зоне плиты здесь просто краска, и я, когда готовлю, если что-то попадает на стену, потом просто протираю мокрой тряпкой, и никаких следов не остается. Здесь хорошо видно, что она полностью белая, и ничего с ней не произошло. В крайнем случае, я думала о том, что если что, я ее подкрашу. На полу лежит плитка. Чтобы не было прохладно, я постелила коврик, но на самом деле полы достаточно теплые, это больше так. Для меня свет в кухне организован таким образом, что над рабочей поверхностью, там, где мы готовим большую часть времени, это вот эта самая широкая зона, на дне висят два светильника, и по потолку установлены точечные светильники по всему периметру. И если очень хочется добавить света, он еще есть над плитой, над варочной поверхностью в вытяжке. Поскольку здесь была сделана перепланировка, раньше вход на кухню располагался со стороны коридора, сейчас он здесь. И на место бывшего входа мы установили холодильник отдельно стоящий. А напротив входа мы не стали делать навесные шкафы, установили цилиндрическую вытяжку черного цвета и почти до потолка выложили красивую глянцевую плитку мятного цвета. Остальные стены и потолок мы покрасили светлый цвет, чтобы оповещение оказалось светлее. Плитку здесь начал выкладывать отец Анны. Ну, вообще, папа успел здесь сделать перепланировку. Некоторые вещи мы сохранили, например, все межкомнатные входную дверь, сохранили напольное покрытие, но плитка на фартуке, на кухне и плитка на стенах санузла не выдержала критики. Ее мы решили демонтировать и выложить новую. По конструктиву. Здесь, в общем, ничего сложного. Кухня чуть больше обычной скручевки именно за счет перепланировки, которую мы упоминали. Угловой проходной стол, в который у нас врезана мойка, ну, как у всех, фильтры, мусорное ведро. Посудомойка здесь уместилась маленькая, 45 сантиметров. И мой любимый стол, выкатной бутылочницы. Очень удобно. С этой стороны большой, если не ошибаюсь, 70 сантиметров стол с ящиком. В верхнем ящике мы располагаем лоток с приборами. Здесь хранятся всякие мелочи. И большой вместительный нижний ящик, где уже умещается крупногабаритная посуда. Газовая варочная поверхность, духовка. И я могу себе позволить стол с пакетами. Это знают все, кто появляется в моем доме. Значит, этот стол мы сделали, он не совсем обычный, он меньше глубины. Там нужен доступ к газовому вентилю. Соответственно, поскольку здесь идет газовая труба, и внизу она делает большой заворот, нам пришлось установить кухню на не совсем стандартный цоколь, 15 сантиметров. Обычно кухня делается на высоте 10 сантиметров. Как Полина уже упомянула, навесных шкафов у нас мало, они у нас используются только на одной стене, вторая стена полностью в плитке, занята только вытяжкой. Здесь угловой шкаф. Ну, это, скажем так, не самая удобная история, но я здесь стопила за красоту. Большая сушилка и шкафчик под микроволновку. По материалам. Для меня было очень важно, ну, поскольку кухня, моя кухня является даже моим рабочим инструментом, у меня были муки выбора фасадов и столешницы. Столешницы я использовала с компакт-плиты. Я здесь живу сейчас год, ну, на тот момент столешница была это относительной новинкой на рынке. Основные варианты по столешницам, это, как правило, пластиковые столешницы на основе ДСП, вот это компакт-плита, либо кварц. Сакрил я заказчикам своим на кухне не предлагаю, я считаю, что он более уместен в санузлах. Фишка этой столешницы в чем? По цене это средний ценовой сегмент между пластиковой столешницей и кварцевой, но при этом здесь есть древесный декор, это было важно, я хотела именно древесную столешницу, важно было не переплатить за столешницу, а кварц это дорого. Именно эта столешница, компакт-плита, помещает в себе все характеристики и искусственного камня, и столешницы ДСП. То есть, как на ДСП столешницах здесь есть древесные декоры, и как на камне мы можем позволить себе вот такую шикарную мойку подстольного монтажа. Чем она хороша? И этого не сделать на обычных столешницах из ДСП. На них можно использовать только настольного монтажа мойки, где собирается вода, грязь и так далее. Здесь вы просто смахнули тряпочкой, все супер. В общем, столешнице я довольна. Что касается фасадов. Изначально я хотела, чтобы это были фасады фрезеровки. С фрезеровкой я ее очень люблю. Здесь есть два варианта исполнения покрытия. Либо пленка, либо эмаль. Я всегда всем заказчикам советую покупать эмаль. Пленка – это более бюджетный выбор, но здесь квадратных метров три-три с половиной фасадов. Экономия – это сомнительная. Здесь именно пленка soft-touch, так называемая. Она очень шелковистая, классная на ощупь. Ее очень любят заказчики. Но я стараюсь предлагать эти фасады на любые другие помещения. Это могут быть спальни, детские, прихожие и так далее. Почему не на кухне? Этот материал впитывает. Я и перепробовала все. Начитала из советов. Мыло. Обычное мыло, средства для посуды, меламиновые губки и так далее. Вчера я здесь развлекалась с обезжиривателем, который ребята используют на производстве. Не помогает. То есть, в целом, кухня кажется чистой, но если присмотреться, пятна жира остаются, их не вывести ничем. Еще одна фишка этой столешницы, которая толщиной всего 12 см. Вот этот черный срез – это на самом деле не кромка, а срез – это тело столешницы. Она выполнена полностью из пластика. То есть, даже если у вас была какая-то некачественная сборка, где-то плохо обработана герметиком в стыке, здесь физически нечему вздуться. В отличие от столешницы с ДСП, которые очень часто страдают возле мойки, возле стыков двух полотен столешницы, как правило, это как раз тоже возле мойки. Поэтому еще один плюс этой столешки по сравнению с ДСП полностью невозможно, чтобы она вздулась. Здесь примыкание плитки к столешнице обработано герметиком, но это всегда возможно, только если у вас хорошие строители, все у вас ровненько. И если стена обработана плохо, может набежать так называемая морковка. Вот во избежание этого контролируйте своих строителей. Хотела рассказать по сценариям освещения. Здесь у нас на потолке люстра, рабочая поверхность, подсветка с датчика движения. То есть, мы подносим руку к датчику, и она включается. Также подносим, выключается. Как это сделать? Здесь внутри, за фальшпланкой, стоит коробочка, ответка, датчика движения. Мы этот прием любим, это удобно, не нужно делать выключатели. То есть, мы поднесли руку и включили свет. Также выключили. Также у нас есть бра. Кстати, хотели рассказать, что у MyRoom есть свой телеграм-канал. Там выходят все анонсы роликов, акции и скидки от партнеров и интересные идеи для интерьера. Ссылка в описании. Давайте начнем с кухни. Эта металлическая перегородка появилась здесь не случайно. Дело в том, что дом оборудован газом, и необходимо было изолировать кухню от остальных помещений. Я хотела интерьер в точности, как в дизайн-проекте, но возникла небольшая проблема. В нем был встроенный холодильник, а они дороже обычных. Думаю, это вы и так знаете. Кроме встроенной техники, я хотела реализовать на своей кухне еще несколько идей. Одна из них – это высокий радиатор. Я очень им довольна. Он обогревает у меня всю квартиру. Остальные радиаторы закрыты. Практически всю зиму я ими не пользуюсь. Под радиатором у нас находится столовая для муси. А моя столовая находится вот здесь. Из этой квартиры летом очень красивый вид. Здесь много зелени. И мне хотелось сделать здесь барную стойку. В итоге мы объединили столешницу с подоконником. И я имею возможность пить кофе по утрам с красивым видом. Дом оборудован газовой колонкой. И для того, чтобы эстетично ее спрятать, мы организовали вот такой шкаф. Фасад Икея. Шкаф сделан на заказ. Чтобы не загромождать кухню, мне хотелось максимум свободного пространства на стенах. Поэтому здесь у меня фартук до потолка. Столешница и мойка здесь временные. Планирую столешницу заменить на каменную. Чуть позднее. А вот смеситель со мной надолго. Я им очень довольна. Помимо воды для технических целей, здесь используется питьевая вода. Под раковиной стоит фильтр. Очень необычное решение. С помощью кнопки включается питьевая вода. Я такое встретила впервые. А сейчас перейдем к системе хранения. Здесь есть очень удобный ящик, который открывается одним движением. И в нем хранится практически вся необходимая посуда. Здесь тарелки, стаканы, чашки, столовые предметы, разная утварь и кастрюли-сковородки. Удобно, что не надо открывать много ящиков. Все за одним фасадом. Слева находится посудомоечная машина. Здесь у нас интересное решение. Шкафчик от Икеи на 60 см. В него встроена узкая посудомоечная машина на 45 см. И за счет этого сбоку организовалась система хранения для моющих средств. Для меня это кажется очень удобным. На контрасте с большим открытым пространством кухни рядом мы организовали колонну до потолка, где поместилась вся встроенная техника, микроволновка, духовка, холодильник. И остались еще в принципе зоны хранения, которых мне вполне достаточно. На полу в кухне у нас керамогранит. Мне он настолько понравился, что такой же керамогранит у нас в прихожей, санузле и на балконе. Здесь у меня есть еще небольшая зона хранения, в которой у меня находится чай, кофе, мед, лекарства и так далее. Кухню мы заказали в Икеа, потому что готовое решение для нас было более приемлемо по бюджету. Но качеством фасадов я не очень довольна, потому что на них остаются пятна от любого прикосновения. Все время приходится ходить с тряпкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok